всем привет у меня в руках очередной нож очередная моя нажимание болезнь как говорится под названием rg martin есть такой американский ножедел rg martin найдет на сайте много написано я заболел этими ножами после страйдеров и очередная моя хотелка который я купил не глядя можешь сказать хотя если обдуманно можно было торговаться ну ладно хотел купил подробно скажу об этом на руках rg martin devastator black tanto очень красивый мощный функциональный практичный нож у меня было есть сжимать devastator только с оранжевой накладкой но это другая история если него обзор большой коротенький так что так вот вступаем к этому нож нож и нож является флиппером просто все все ножи сколько у меня есть rg martin а лиц просто обалденно если учесть что это хожу 7 лет и он был в изрядном использование невызряда но по крайней мере я об этом остановлюсь потом подробно если маленько фильм что-то слипает но по крайней мере нож будет сказка ладно приступим к обзору первый критерий это удобство удобство хвата руки лежит и где аль на просто идеально я вам скажу ребят ничего не надо придумывать все придумал rg martin рука ложится идеально в любом хвате беру фехтовальный палец насечка есть предварительно видите с упором небольшим просто просто классно я вам скажу обратный хват аль на просто песня я предварительно поставил 9 баллов здесь я думаю он за счет того что он на кармане принципе тяжеловат маленький мощный но все берет все 10 нож в плане практически тоже практически поставил я ему 7 баллов сейчас объясню почему как и dc да он крупный но вполне нормально приемли нож длинный клинок 4 дюйма с копейками которую позволяет выполнять все работы для домашнего хозяйства ну да тонкую нарезка сложновато будет сделать аккуратно но возможно как ударный нож конечно я вообще предпочитаю на природе фиксиды плане тем что они мне нравится что их меньше потом мыть там тирать прочим фолдеры все-таки имеет свойство заряться который требует разборки соответственно который снижает коллекционную стоимость ножа этот нож конечно это коллекционные но плане самоубороны да очень быстрое извлечение принципе фиксит конечно в этом плане намного лучше я считаю но тем что нож очень легко быстро извлекается с кармана очень быстро приводится боевую готовность то я практически не ставлю практически максимум ну вот этот нож имеет очень большой коллекционной ценности конечно для каждого для меня имеет по крайней мере но здесь он немного потерял тем что он был в употреблении во первых у него потерта клипса и есть замятины на винтах то есть нож разбирался и потертость и на реже кромки под увеличенным стеклом видно что нож вправлено сама линия рк ровная без заусенец то сегодня вот эти мелочи которые они для простого обывателя и для простого пользователя как нож как ножа это мелочи то есть если бы это был нож простой для на карман то я не придал к этому этому бы значение ну как предмету коллекционирования да вот эти маленькие нюансы конечно добавили мне горечи но я со временем напишу статью как правильно покупать наш в интернете на что обращать внимание что просить сделать продавца но это будет будущее может быть и сделаю видео обзор подробно но это не важно то есть вот этот нож я поставил плане практически практически используя 7 баллов но я думаю может и на 8 натянуть пока 7 проверяю заточечку продавец доставил в принципе да отправил на этому са там просто пережит достаточно приемлемо волос не бреет уже естественно провожу скользит папа по затылку ну и это дело нажимное конечно за . ну все таки ладно садок остался но и дело не будет . 5 сталь насколько заявлено было продавцом вроде бы спм-30 в хорошая рабочая сталь учитывая качество цена и и функционал очень даже на текущий момент очень популярна идеально стать оригинальность rg martin очень редко выпускает фолдеры или выпускал черным клинком у меня их два девастатор и кью 36 но ты дальше будет расскажу так что пока в плане оригинальности дизайна табли 10 баллов цена да цена конечно я заплатил за эту нож полторы тысячи долларов грубо говоря заплатил не глядя то есть если бы я знал конечно что есть вот эти тонкости есть конечно эти то то и то конечно может поторговался хотя бы хотя может быть и по крайней мере я бы знал что это такой нож и получу ну сам виноват очень часто сам покупая сам советую как покупать сам может сказать просто очень хотел получить этот нож просто ко второму ножу я после для сравнения что покажу очень хотел эту пару сами понимаете ну больны были больны поэтому эти ставлю баллов 7 грубо говоря но муж 8 по качеству готовления смотрите ножу 7 лет у него ни люфта флип великолепный фрейм ну чуть-чуть залипает но капля как графита все это исправит у потертости это мелочи нож практически ну выгода это китайцу это часа китайцы и по сайту но по крайней мере я оценил на 10 учитывая возраст этого ножа в итоге он у меня набрал всего 53 балла это девяносто восьмое место и сто девяносто восьми фолдеров он потерял за счет конечно остроты ну я узнал просто сталь какая здесь пока я пытаюсь то есть грубо говоря если его подправить подзаправить 3 балла еще одна за сталь то есть грубо говоря он может набрать еще баллов 8 все это больше от 1 и он войдет в мою как говорится высшую лигу в элиту в те допустим сейчас данный момент 30 30 ножей которые набрали больше 60 баллов ну а пока у так скромно то что есть вот такая у меня болезнь всем спасибо удачи